Друзья, всем огромный привет! Я как всегда рад приветствовать вас на своем канале. А сегодня поговорим с вами о таких вот газовых баллончиках. Что получится, давайте посмотрим видео. Вам всем приятного просмотра. Такие газовые баллончики предназначены для портативных печек и для разного вида горелок. К сожалению, они кончаются. Но вот чтобы сэкономить, потому что сейчас цена баллончика такого где-то от 100 рублей до 130, до 150 где-то, где как найдешь. Хочу попробовать, есть такие видео уже в интернете, заправить этот пустой баллончик при помощи вот такой вот газовой горелки. Первое, что нужно сделать, это взвесить пустой баллончик и целый баллончик. 102 грамма весит пустой баллончик. И вот совершенно новый баллон у нас весит 320 грамм. Ну да, 220 грамм где-то примерно есть. Идея прям настолько примитивная, я обратил внимание, что резьбовое соединение находится. И все я делаю элементарно. Берем, теперь откручиваем. Как видим, сам же клер находится внутри, а здесь у нас пустое отверстие. Теперь нам понадобится пропановый шланг, отрезаем кусочек сантиметров 15-20. Прикупил такой вот разъемный штуцер и вставляем его вовнутрь. Все плотненько сидит, но одеваемся, оно хомутик затягивает. Вот так вот. Синюю изоленту и намотаем хорошенечко битков. Также берем хомутик и у нас теперь плотненько все плотненько заходит. Вот так вот. И сейчас притянем хомутом все это дело. Все плотненько сидит. Все готово. Баллон предварительно положил, потому что нужна жидкая фаза. Теперь прикручиваю сам переходник и проверяю, не пропускает ли где-нибудь газ. Как видим, все держит. Спускаем остатки газа, чтобы все вышло. Открываем, немножко встраиваем воздух. Подключаем баллон. И слышно, как наполняется газ. Там трубочка снизу, газ, жидкая фаза будет набираться и потихоньку будет набираться. Сейчас наберется, мы с вами взвесим. Конечно, можно заморозить, больше войдет жидкости. Но я думаю, и так будет нормально. И идем проверять. 191. Чтобы нам дополнить его со своей нормой, немножко спускаем газ. Тем самым его немножко охладим. И жидкая фаза остается. Слышно, что газ еще идет. Потихонечку, но и идет. Ну, я думаю, снимаем. Хватит, будет чуть меньше, ничего страшного. Меньше, не больше. 317 грамм. Берем новый баллон. 321 грамм. То есть, ну, практически то же самое. Ну, теперь в обратном порядке. Разбираем. То есть, изолента хорошо держала. Можно даже прям, не снимая изоленту. Накручиваем. Теперь одеваем на баллончик. Берем зажигалку. И смотрим. Все отлично работает. И горелка не испорчена. Можно пользоваться. И так же заправлять. Я думаю, идея получилась полезной. Конечно, повторять ни в коем случае, если вы не уверены в себе, не уверены в своих возможностях, не нужно. Я всего лишь показал способ, как можно сэкономить. И как теперь я буду экономить на пустых газовых баллончиках. Не покупаю, потому что баллон 40 литров стоит там 1500 что ли. 42 литра 1500. А баллончик 220 грамм стоит 130 рублей. Ну, то есть, сами посчитайте, что разница, конечно, колоссальная. Друзья, вам хочу сказать огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. От вас я жду обратной связи, что вы думаете по этому поводу. Идея, да, повторюсь, не моя. Но я показал вам. Может, кто-то не видел, кто-то не знал. Вам всем желаю крепкого здоровья. Любви, удачи. Всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»